Блокада Донбасса Блокирование ставит под угрозу металлургический комплекс страны, который является одним из флагманов экономического роста и в котором работают более 300 тысяч украинцев. Но металл – это не только экономика, это еще и обороноспособность. «Не будет угля – не будет металла. Не будет металла – не будет брони. Не будет брони – не будет танков», – написал Гройсман на своей странице в Facebook. Стоит отметить, что переживания украинского премьер-министра не беспочвены, так как в четверг стало известно о приостановке работы Днепровского металлургического комбината. Однако простых украинцев в первую очередь волнует не это, а возможность очередного повышения тарифов. Как сообщил сопредседатель фонда энергетической стратегии Дмитрий Марунич, чрезвычайное положение в энергетике зависит от решения вопроса с угольным балансом, который может потребовать непростых решений в виде роста стоимости коммунальных услуг для конечных потребителей. Сомнительно, что этих мер удастся избежать, ведь боевиков, осуществляющих блокаду железнодорожного сообщения с ДНР и ЛНР, активно поддерживают, в том числе и в Верховной Раде. К примеру, накануне к так называемому штабу блокады Донбасса присоединилась в полном составе парламентская фракция партии «Самопомощь». Раскол в украинской политической элите более чем очевиден. И пока в Киеве радикалы и их сторонники пытаются выторговать для себя максимум дивидендов, страна медленно, но уверенно катится в пропасть.